Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня еще раз, в какой раз, будем говорить про удаление пасынков. Потому что есть люди, которые в первый год занялись выращиванием томатов, им до сих пор непонятно, когда, как удалять пасынки, сколько. Начнем с того, что есть определенные правила удаления пасынков. Во-первых, старайтесь не удалять пасынки в сырую дождливую погоду, потому что вот те ранки, которые у нас останутся от удаления пасынков, это как всегда везде пишется, это открытая дверь для инфекций. Лучшее время для удаления пасынков это утром, с 10 утра до часу, до двух. Почему именно до обеда? Потому что за то время, с обеда до вечера, вот эта ранка, которая у нас останется, открытая ранка, оттуда же сочится сок, она успеет подсохнуть и ночью во время сырости, вот когда сырость, ночная прохлада, инфекция туда не залезет. Так, во-первых, в солнечную погоду старайтесь дождь не удалять. Во-вторых, удалять пасынки нужно как можно раньше, вот как только они достигли 3-5 сантиметров, но вот это еще сильно маленькие, но я все большие просто уже обрезала, не на чем показать. Вот 3-5 сантиметров вот так выросли, сразу удаляйте, потому что чем больше пасынков вырастает, тем вы отодвигаете дальше получение урожая, цветение, потому что все эти пасынки на себя оттягивают питание, и вот это бедное растение, оно их кормит, содержит, ему уже не до цветов, ему надо выращивать пасынки. Поэтому пасынки раз в неделю, это правило, раз в неделю заходите в теплицу или в открытом грунте, смотрите, которые пасынки большие, все обстригайте. Пасынки рекомендуется оставлять пенек 1 сантиметр, от 0,5 до 0,5 сантиметра, до 1, потому что если мы будем выламывать прям совсем, то растение может еще раз здесь образовать пасынок, а когда пенек вот этот вот здесь торчит, мы его обманываем, оно думает, что там есть пасынок, оно больше там не выращивает. Вот эти все пасынки 1 сантиметр оставляем, остальное выщипываем. Также вместе с пасынками убираем все нижние ненужные листья старые, особенно которые, ой, которые уже, например, там чуть пожелтели или как-то деформировались, они нам тоже не нужны. Все это лишнее, когда мы уберем массу, нагрузку на растение, оно начнет быстрее формировать цветочные кисти, быстрее зацветет и будут у вас быстрее плоды. Все, вот пасынки мы все убрали, но вы не думайте, что это все, через неделю нужно зайти и, несмотря на то, что мы оставили пенечки, тут могут вырасти еще раз пасынки, могут вырасти пасынки там. Многие думают, что один раз, ну это новички, конечно, один раз пропасынковали, это на весь сезон. Нет, все лето будете ходить к этим томатам, к одним и тем же, будут там появляться все новые и новые пасынки. И смотрите осторожно, когда дойдете до высоты, где уже формируется цветочная кисть, если будете формировать ствол в два ствола, последний пасынок, то есть нижний перед первой кистью не обрезаете, вы его оставляете, это будет у вас второй ствол. Все, вот это про пасынки сняла по просьбе одной девушки специальной, которой я не поняла, когда я вот там разреживала кустик, как удалять пасынки. Это очень просто, главное не запускайте, чтобы они не были загущены, зарощены. Раз в неделю зайдете, удалите, все у вас будет прекрасно. Вам томат ваш скажет спасибо. До свидания, с вами была Ольга Чернова о правилах удаления пасынков.